Всем привет, дорогие зрители! Я безумно рад вас видеть в моем видео. Сегодня мы поговорим с вами о звезде, которую вы все прекрасно знаете. Вы ее видите каждый день. Это Солнце. Самая ближайшая звезда нашей планеты и самая большая звезда Солнечной системы. Если взять Солнце и сравнить ее с другими планетами Солнечной системы, то они на фоне Солнца будут просто крохотными. Взять ту же самую Землю. Представьте, объем Солнца в миллион триста тысяч раз будет превышать объем Земли. Вот на что способен огромный шар раскаленного газа, Солнца. Не зря сказал газа, потому что Солнце почти полностью из него состоит. В частности из водорода и гелия. Но также присутствуют и другие элементы, массовая доля которых небольшая, даже менее 1%. Это кислород, углерод, железо, неон, азот, кремний, магний, сера. Все эти элементы невероятно нужны, так как именно за счет их Солнце такое горячее. Точнее из-за термоядерной реакции, которая происходит в ядре Солнца. Здесь каждую секунду атомы водорода сталкиваются, высвобождая просто огромнейшую энергию. Такую энергию не дадут даже 2 миллиарда крупных атомных электростанций. Именно из-за термоядерной реакции в недрах Солнца температура может достигать 15 миллионов градусов Цельсия. Это огромнейшая температура. Чтобы вы понимали, ядро Земли имеет температуру около 5677 градусов Цельсия. Это в 2640 раз меньше температуры ядра Солнца. Поэтому, ребят, я не рекомендую ходить по Солнцу. К тому же у Солнца сумасшедшая сила тяжести, которая равна 274 метров на секунду квадратной. Она в 28 раз превышает силу тяжести Земли, которая всего лишь равна 9,8 метров на секунду квадратной. Такая сила тяжести легко раздавит что угодно в лепешку. Вы заметили, да, что я начинаю сравнивать нашу планету с Солнцем? Я просто готовлю вас к следующему вопросу. Для чего нужно Солнце Земле? Солнце, как звезда, необходимо для нашей планеты. Ведь Солнце дает нашей планете свет и тепло, без которого жизнь на планете Земля была бы просто невозможной. Понимаете, да, почему? Потому что тьма, холод и все такое. А теперь я хочу ответить на главные вопросы, которыми я задаюсь уже много лет. Что будет, если вылить всю воду Земли на Солнце? И когда настанет конец Солнца? Интересные вопросы, на которые следует хорошенько подумать. Предлагаю начать с воды. Если каким-то образом мы соберем всю воду нашей планеты, у нас получится огромный водяной шар диаметром 1380 километров. В этом водяном шаре будет 1 секстильон 260 секстильонов литров воды. Это вот такое вот число с 24 нулями. Если вылить такое количество воды на Солнце, то ничего не произойдет. Ведь для Солнца даже такое количество воды просто крохотная капля, которая ничего ему не сделает. Вот и все. Теперь главный вопрос. Когда настанет конец Солнца? Да, сразу говорю, Солнце вечно существовать не сможет. Рано или поздно в ней закончится водород, Солнце станет красным гигантом и разрастется до такой степени, что поглотит даже планету Земля. После чего Солнце как звезда просто не будет существовать. Но не волнуйтесь, нас уже не будет к этому моменту. Это произойдет примерно через 5 миллиардов лет. Сейчас же повода волноваться нету. Ведь Солнце находится лишь в середине своего жизненного цикла. Ужасное произойдет лишь через примерно 5 миллиардов лет, когда Солнце больше не будет существовать. Дорогие зрители, спасибо всем за просмотр этого видео. Подставьте лайк этому видео. Также не забудьте про подписочку на мой канал. А всем пока. До встречи в следующем видео.